Новости на канале Котлз ТВ в студии Елена Архарова. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. От 10 до 40 доноров ежедневно, более 2000 литров донорской крови в год, тысячи спасенных жизней. Котлзская станция переливания крови празднует 30-летний юбилей. И квадрана у нас уже существует. Карта начала 17 века, на которой значится Котлз. А это официальное подтверждение того, что нашему городу далеко не 100 лет. Он гораздо старше. Такой документ позволяет нам более глубже осмыслить и понять историю нашего родного края. На днях Котлз обрел очень важный исторический документ, который позволяет утверждать, что наш город основан более 400 лет назад. Главный картограф страны и старший научный сотрудник Государственного исторического музея Владимир Булатов направил советнику главы муниципального образования Котлз Игорю Амосову аннотацию к карте из знаменитого Атласа Блау. Это карта Москвы и Тартарии 17 века из Атласа Блау. Карта северо-восточной части современной России. Датирована она 1640 годом. Чтобы уникальный источник стал достоянием городской общественности, администрация города передала документ краеведу, депутату городского собрания Александру Хрусталеву. Мы вам передаем этот документ и хотим вас поблагодарить за ваш труд. Вы делаете очень важную работу. Вы сами понимаете, что история наша непростая и переписывалась она не один раз под разную идеологию. И каждый такой документ позволяет нам более глубже осмыслить и понять историю нашего родного края и всей России. Огромное спасибо вам, Игорь Сергеевич. Я благодарен администрации нашего города, Юлии Вячеславовне. И особая благодарность Андрею Владимировичу за то, что вы поддерживаете этот проект. Я уверен, что совместными усилиями мы найдем истину нашей истории. Пожалуйста, Пам. Огромное спасибо. Я думаю, этот документ займет достойное место в нашем краеведческом музее. В соответствии с аннотацией Владимира Эриковича Булатова, карта неоднородна по своей подробности и достоверности. Наиболее тщательно изображены берега Кольского полуострова, течения рек Суханы и Северной Двины. Причина этого в том, что во время составления карты в Архангельске существовал квартал, населенный голландцами. И голландцы регулярно плавали из Амстердама в Архангельск вокруг Скандинавии. Прямой торговли с Россией через Балтийское море препятствовали шведы, захватившие Ижорскую землю или Ингерманландию, и собиравшие там с купцов непомерные пошлины. Из Архангельска некоторые голландские купцы, включая Исаака Массу, часто ездили в Москву. Причем главным транспортным путем служили реки. То есть и тем, многочисленные населенные пункты, которые показаны на берегах Суханы и Северной Двины, включая Котлас, Масса имел возможность нанести на карту не на основании чьих-то рассказов, а непосредственно сам. Те территории, где голландцы не бывали, показаны условно. Особенно это относится к землям за Уралом, где среди прочих местностей обозначено и Лукоморье. От 10 до 40 доноров ежедневно более 2000 литров донорской крови в год, тысячи спасенных жизней. Котловский донорский центр сегодня снабжает кровью и ее компонентами все больницы Юго-Архангельской области и недавно отпраздновала свой 30-летний юбилей. В России переливание крови как метод лечения больных начало развиваться в первой трети прошлого столетия. В Котласе эту медицинскую процедуру впервые провели врачи городской больницы в 1938 году. Именно тогда появились и первые доноры. В то время желающих добровольно сдать кровь было немного, около десятка человек. За 80 лет ситуация изменилась. И сейчас в банке данных Котловской службы крови 5000 доноров. Из них 1200 носят звания почетных. Я не знаю, с какого года начал сдавать. А так вот помогать людям сдавать кровь, кто нуждается. Понадеялась, что, может быть, кому-то смогу помочь. Тем более редкая группа крови у меня. Без вреда для здоровья за одну процедуру человек может сдать 400 мл крови. И спасти, например, трех человек. Но в начале кровь доноров проходит тщательное исследование по 16 параметрам пригодности. Проверяют на сифилис, гепатит и особенно на ВИЧ-инфекцию. Анализ крови проверяется на первичном этапе с оликлонами от 3 до 5 минут. А после сдачи крови донора мы проверяем уже из пробирки, не из пальца. И там различными методами время занимает больше. За последние годы прибавилось много современного оборудования. Добавились какие-то методики автоматические. От старых методик постепенно уходим. Все на самом современном уровне. И действительно все возможные инфекции у нас бракуются. Новейшая аппаратура, просторные кабинеты, компьютерное и сетевое программное обеспечение для работы в единой автоматизированной информационной системе. Апгрейд, который произошел в службе крови за два последних года после переезда из детской поликлиники в здание на Конституции 16-Б, оценили и сами доноры, и персонал учреждения. Вот как открылась у нас тут станция, вот это все оборудование, все у нас новое. Вот эти столики медицинские, весы и кресла. Ну кресло у нас вообще супер. Вообще ништяк, хорошо. Раньше были такие кушеточки, такие жесткие. Сейчас и спинка поднимается, все вообще хорошо. Очень удобно. Девочки относятся хорошо, добродушные, всегда встретят, приветливо, пошутят, хочется ходить. Ежедневно через Котловскую службу крови проходит от 10 до 40 доноров. Кровью и ее компонентами станции переливания снабжает весь юг Архангельской области. Продукция уходит, и Р-масса, и плазма, вот уходит в городскую больницу по требованию. Все отделения терапии, хирургии, реанимации. И по району тоже. Вчера, например, делали тромбоконцентрат, Ленский район. Стали работать на более качественных, расходных материалах. Переходили давно уже со стеклянной тары на пластиковую тару. Некоторые образы изменились. Технологии получения тех же тромбоцитов. Новые центрифуги, новая отта-центрифуга, новый ламинарный шкаф. Сейчас мы оснащены самым современным оборудованием для заготовки компонентов крови. Если раньше на начальном этапе заготавливали только лишь цельную кровь и старались ее перелить как можно раньше, сейчас мы заготавливаем компоненты. Одних только компонентов красной крови, эритроцит содержащих, мы делаем более шести номинований. До 2005 года у доноров, особенно у почетных, были льготы. 50% за коммунальные услуги, телефон и бесплатный проезд в городском транспорте. Но 12 лет назад все дотации были отменены. Сегодня, сдав 400 мл крови, донор получает 575 рублей компенсацию за питание, плюс два законных оплачиваемых выходных. Почетные доноры, помимо этого, получают еще 12 тысяч рублей ежегодно. До свидания. О происшествиях. За прошедшую неделю в Котласе и районе произошло 49 ДТП. К счастью, в авариях пострадала только техника. О наиболее значимых эпизодах расскажет Анастасия Гузелевич. Утром 23 января здесь произошло ДТП. 33-летний пьяный водитель за рулем Субару нарушил безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. В результате произошло столкновение. К счастью, никто не пострадал, но оба автомобиля получили механические повреждения. На следующий день на перекрестке Гагарина Карла Маркса от 72-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, проехал на красный сигнал светофора. В результате чего стал виновником ДТП. Он столкнулся с автомобилем Вольксваген. Вечером 26 января у поселка Приводино 32-летний водитель не справился с управлением, в результате чего съехал в Кювет. Водителю повезло, в этой дорожной аварии пострадала только автомобиль. Еще одна авария едва не произошла на участке дороги Котлас-поселок Вычегодский. Видеорегистратор запечатлел дорожную аварию, которая могла бы закончиться весьма печально. Наша рубрика «Мобильный репортер». Автомобиль с регистратором движется по заснеженной трассе из Котласа в сторону поселка Вычегодский. В какой-то момент колонну машин обгоняет белый «Шевроле» и резко подрезает один из автомобилей. Просто впереди встречка, и «Шевроле» не успевал завершить обгон. Экстренное торможение едва не спровоцировало аварию. Водитель с видеорегистратором успел резко повернуть руль вправо и съехать на обочину, и избежав тем самым столкновения. Если у вас есть интересные видео или фотографии, присылайте в группу «Мобильный репортер Котласа». Ссылку вы найдете в группе Котлас ТВ. В разгар масленичной недели 26 февраля в Котласском дворце культуры пройдет первый конкурс-фестиваль «Теща моя». К участию приглашаются творческие команды коллективов предприятий, учреждений, организаций города, школ, детских садов, дружеские и семейные сборные – до шести человек. Заявки на участие принимаются в массовом отделе ДК по адресу Меленсиво, 18 до 17 февраля. Справки по телефонам, номера которых сейчас указаны на экранах. Это все на сегодня. Впереди ценные новости и прогноз погоды на завтра. Увидимся.